всем привет друзья мы начинаем так быстренько смотрим проверку все работает можем начинать еще задали пятую главу мне кажется мы никак не могли изменить ситуацию с проявлением нашей теневой стороны то что было предначертано вопрос как мы к этому пришли и куда ты делся что и мои глаза давайте быстренько сделать что делал ощущать пощупать пусть она это уже проходили он со стрима точно я ведь немножко чуть это цепляет что неудобно с чихом ты не можешь никак контролировать этот процесс так все нас вернули вот с этой точки мы с вами это не завершили предыдущий стрим так смотрим разорванный призрак лежащий возле стены явно пытается пошевелиться но у него ничего не уходит оливер наклоняется чтобы заглянуть его лицо не стоило этого делать призрак у стены неожиданно приподнимает голову когда оливер останавливается рядом с ним его лице сменяя друг друга всплывает искаженные эмоции черты разных людей очередной вспышки оливер различают смутно знакомый широкий подбородок и пухлый широкий рот с растянутыми с растянутыми в ухмылке губами призрак дух отскаливается бледным лицом митчелла сидящий у стены дух бессильно роняет голову красные полосы света сочетаются сочатся сквозь решетки камер ничего не вижу слишком ярко но это кровь свет превращается в кровь ольвер трогает пальцем кровавый подтек на двери слава светящееся кровавое пятно блекнет испаряется превращаясь в тонкие колечки дыма зеленый туман мелкими клочьями висит в воздухе весь пол за решетчатой дверью залит его зловещим шевелящимися клубами он просачивается в камеры истекает по лестнице оливер подходит ближе к двери чтобы рассмотреть туман этот вдруг сжимается и как волна откатывается назад оливер отходит и туман возвращается на прежнее место если бы он был живым я бы сказал что он боится меня хотя быть может и впрямь живой оливер задирает голову чтобы посмотреть куда уходит цепи на самом верху под потолком ржавые крючи и пыльный механизм лебедки с обрывками лопнувшего ремня множество темных едва различимых лиц похожих на шершавые осины осиные гнезда свешиваются с потолка их застывшие пустые взгляды прикованы к оливеру так у нас два узника здесь да ну можно уйти ходить мы пока не будем бледные призраки свалившимися щеками и глазами качаются звенящих цепях почему мне кажется что я их знаю как будто память вдруг стала такой цепкой что я в состоянии вспомнить всякое хоть раз виденное лицо бледные призраки свалив тогда это оказывается общение относится к двум призракам код ведущий в подвал как будто манит вовнутрь подойдя к каменной арки двери оливер вдруг замечает тонкий бледно-желтый листок дерева на ощупь холодный и гладкий похож на маленькую монетку с выбитыми на ребре полосками надо поговорить как можно скорее мы должны встретиться в нашем сне спуститься чернильно-синяя фигура появляется в облаках дыма и туман должно быть тебе очень холодно или нет тень приближается к оливеру чуть прикоснувшись к нему дух отдергивает руку ты живой ладно видимо вариант с твоей смертью отпадает как ты научился этого научился чему ох неважно если ты не понимаешь о чем речь как ты можешь объяснить мне что это и откуда тень внимательно изучает оливера взглядом кто-то охраняет тебя возможно ты сам тень неожиданно исчезает и появляется между оливером и спуском в тоннель загораживая его наверное это кто-то очень сильный или нечто нечто сильное уж и не знаю все люди мира вот как те души кивают на призрака в кандалах скованы общими цепями никогда не знаешь чья цепь звенит в ответ если потянешь свою что произошло со мной что я оказался здесь а выходит как раз я и потянул за свою цель или кто-то из твоих предков вертрана вдернули прямо из вальпины то есть ты не знаешь что тут было и хочешь чтобы я просто пересказал события ладно последнее что ты вероятно помнишь руку крестьяна протянутую тебе сквозь решетку он попытался уберечь твою жизнь от опасности передав тебе меня по крайней мере так он преподнес это смысле преподнес я говорю что судить о произошедшем нельзя не знаю всех возможных мотивов ты видишь в этом поступок любящего отчима но здесь вероятно нашлось место и тонкому расчету я это то что связывает его со всеми этими убийствами оборби ниточку и не будешь ничего и не будет ничего суд не найдет главной улики или убийцы посланные орбудами не увидят тени в этом случае крестьян станет доказательством способным обелить весь род особенный смысл эти хитрые ходы приобретают тот момент когда появляется надежда когда приемный сын пробирается в тюрьму и клайн и клянется спасти тебя крестьян не учел одного нельзя просто разорвать магическую связь теперь он в коме в любых хитрых планах случаются промашки я не верю что крестьян мог так обойтись со мной если никакого хитрого плана не было а если бы почему ты отказываешься отказываешь хитрости этого человек человеку который тайком приручил твоего демона чтобы следить за тобой человеку который додумался до плана вырастить идеального наследника человеку через чьи руки прошла каждая монета в городе человеку наверняка знающему кучу нужных людей которые за деньги фальсифицируют любой процесс подумай над этим оливер ты ослеплен желанием спасти его но очнись наконец оливер оливер очнись оливер офан голова где ты оливер отпусти сознание младший вертран мы встретимся в снах или в забытье отпусти сознание найди на один способ светящийся золотая крона сгибающийся под тяжестью листьев вспыхивает перед глазами оливер какой был яд ты чего не дожидаясь ответа юлия бьет оливера по лицу с такой силой что тот на секунду теряет сознание я я чем-то его отравил думаю быстрее какой сколько да о чем ты черт возьми или глубоко вздыхает закатив глаза тормошит оливер лезвие это лезвие отвечай просто скажи что это было если я то какой если это колдовство наступает на оливера ты вообще знаешь что я с тобой сделаю во время последнего входа он в порядке я его не трогал параграф 199 первичным же свидетельством называется юля хватит просто дай мне объяснить начиная только без вранья одна попытка до ареста вертран отдавать честно скажем я пил кровь это прозвучит дико нам хотел это так дальше крестьян был в порядке когда я пришел он был взволнован юлия сказал что очень боится за меня продолжаю он сказал что это единственный способ защитить меня дал мне свою руку и я я пил его кровь юлия стискивает зубы все хуже и хуже а я думала ты пытаешься удрать кивает на руку кивает на руку оливера как это больно было оливер смотрит на свое запястье кодома тачи много раз слышал про них и даже пару раз видел издалека вот уж не думал что однажды мне предстоит испытать действие этого магического замка на себе торт с этой штуки маленькое отверстие сложной формы видимо как раз для ключи ты орал так словом тебя сердце вынимает то есть ты вернула меня из мира аберрации словно осознав ситуацию или как будто сжимает и мрачно кива ты глюционировал бредил кричал что-то я заглянул в твои глаза хорошо что ты не знаешь что я там видела это было страшно нуля смотрит на крестьяна сквозь прутья клетки и переводит взгляд на оливер если ты не нож и не я то я не знаю что с ним делать я тоже когда я говорил с его тенью она сказала что крестьян в коме говорил с тенью скажи спасибо что я не записываю твои слова как показать все лучше и лучше черт ладно помоги мне с чем помоги поднять его на ноги вытащить отсюда дальше я как-нибудь сама подожди-ка нет нет подожди стоп стоп ты что забираешь его ну да или скаливается срочный приказ есть возражение постой смехается как же я сразу не пойму зачем ты здесь юлия будет лучше если ты передостаёт ночь уходи хватит болтавни крестьян арестован и останется под моим надзором я что-то не пойму зачем тебе забирать он ведь и так в тюрьме куда теперь кое-что происходит и лучше бы нам тут не задерживаться да что черт возьми творится время ты будешь помогать если ты хочешь чтобы крестьян жил в моих интересах помочь темная фигура возникает за решетчатой дверью в конце коридора дверь рывком распахивается огромный солдат королевской армии появляется за спиной да что за черт юлия что происходит юлия сжимает рука от меча боясь повернуться ты до сих пор не понял они тут из-за крестьян вот что я знал страшный шумно дышит чуть похрустывая пластинами доспеха оливер назад помоги мне солдат ранит юлию и она с криком сползает на выхват тип клинок из ее слабейших пальцев оливер гоняет меч в грудь солдат юлия по полу лежит на холодном полу под ее одеждой расползается пятно крови юлия берет себя в руки опираясь на стену она с трудом поднимается ты ты слушай начну вырубать не дай мне как там все сильно коренного осмотреть рану ольвера чуть приподнимает крик покровавленную униформу рано выглядит пугающе но если присмотреться не такой уж глубокой и опасной все не так плохо как кажется точно если нет лучше скажи как есть рано действительно не очень серьезная значит беспокоиться не о чем идем а ты сможешь идти справлюсь как-нибудь забери крестьяна и уходим а кела что только крестьяна а как же тел тел во всей этой суматохе я чуть не забыл они ключ от камеры келла у меня его нет там весь ордер солдатами кишет быстрее оливер скоро солдаты кивает на мертвого хватятся его бери урву да и уходим живее что камеру перепутал крестьян за стеной я слышал все ты с ней даже не спорил обещал вытащить меня я вернусь за тобой ты дерьмо и обещание твои дерьмовые уходи проваливаем же дать что-то мы обозлили своего друга тяжелая дверь камеры не запертая но пытается с трудом чуть просев на петлю просев на петлях она медленно открывается христиан опекун дышит крипло и тяжело он словно прилип к полу и все его тело будто на напиталась холодом камни которыми вымощена камера оливер прикладывает пальцы к ей шее крестьян как же это делается может надо надавить сильнее это сердце она бьется так редко и слабо что не могу понять был было ли это на самом деле или лишь чувствую то что хотел почувствовать не точно не показалось он ведь дышит эй ты где там никто не учил меня проверять пульс едва ли это можно учиться по книжкам подхватив лежащего на полу тела оливер с трудом распахивает дверь камеры оливер выволакивает крестьяна в коридор тащи его сюда я закрою выход нас сейчас за не тут хрен или ты копаешься да помоги мне осторожно ступеньки скользкие вставив телефон устройстве на стене юля несколькими нажатиями блокирует дверь это их задержит выиграем немного времени юля вдруг бледнеет и пошатнувшись хватается за стену олер подхватывает юлию под руку спасибо но не нужно правда не нужно или оглядывается по сторонам эта часть коллекторы ведет из сестре отцы белый круг так и это значит что нам предстоит увлекательная ночь в канализации что происходит может расскажешь что происходит что тут делает королевская армия причем тут крестьян у норвуд разве это не объясняет происходящее вообще-то нет или вздыхает я позаботилась чтобы весть об аресте крестьян разнеслась как можно быстрее только не надо вот так смотреть на меня видишь ли я рассчитывал что это поможет сохранить ему жизнь каким же это образом я арестовал его так чтобы об этом узнали все высокородные семьи если бы я сделал это тихо об этом знали бы лишь органы логика моей идеи максимально прозрачный публичный процесс которому приковано внимание всех великих семей это решало сразу многие проблемы делая бессмысленным взятки судьям или убийство главного обвиняемого но что-то пошло не так кивает головой что-то пошло не так я сама не понимаю что именно должно быть что-то произошло на самом верху только магистр войны может отдать приказ использовать армию в городе а без ведома совета это невозможно и в итоге так сложилось что смертью орбуда хотят все видишь в этом логику лично я нет чтобы делать чтобы им делать дальше я же уже сказал проведем ночь канализация завтра завтра на улице будет столько людей что мы сумеем ускользнуть из города незамеченным много людей да точно последний день декады или вдруг скрип и скрикивает от боли и вся сжимается и у ты все нормально я в порядке справлюсь как-нибудь взять за руку оливер берет юлю за руку но почти никак не реагирует лишь ее пальцы слабо сжимают ладони поле внезапно или обнимает оливера и дружески треплет по щеке да хватит тебя стоишь тут смурной как на проховой неделе проховой неделе а это праздник такой если конечно поминки посему по всем усопшим главам рода можно назвать праздником правильнее будет сказать обычай никогда не слышал логично это провинциальная традиция может я и не блэкстоун но я действительно из миссвета юлия блэкстоун из города миссвет ха ловко ты меня тогда моя семья не всегда жила в столице хотя рейдеров здесь хватало во все времена у меня та же история мы с родителями жили в пригороде вроде бы еще столица но по сути большая деревня на берегу айзена до того как крестьян убил маму и усыновил меня я все еще не могу понять как ты относишься к опекуну но пока мы оба хотим сохранить его это не существенно знаешь нам стоит поискать место полу по суше за ночь мы здесь подрок продрогнем до костей хорошо жди здесь я схожу осмотрюсь куда вела эта лестница юлия наклоняется чтобы рассмотреть тщательно заклю заклепанный люк там печать прямо на крышке видишь теперь да вижу там написано 1451 это очень старые ходы оливер не знаю правда ли или нет но говорят что по некоторым из них можно было попасть в палаты чумного края день 451 451 поэтому их закрыли должно быть и нет на земле той силы что сравнилось бы с ним о ком речь интересна так как мы читали оливер сматривается в темноту на черта не вижу кажется это коридор ведет куда-то на юг жаль что я не знаю куда соваться туда без лампы или факела бессмысленная затея никогда бы не подумал что однажды мне потребуется знание канализации подойдя к лестнице оливер задирает голову и прислушивается для вечера слишком шумно и судя по звуку там полно стражи юлия была права когда говорила что белый круг тоже отцепит кто-то осторожно трогает оливера за плечи юлия ты меня напугала прости юля достает телефон и освещает им темные коридоры подземелью как будто бы в этом есть толк ты хорошо себя чувствуешь да порядок кровь вроде остановилась поначалу жутко стало думала что сознание потеряю умру главное это глаза не закрывать чтобы не отключиться меня как-то ранили падаю и вижу мама стоит над кроватью и вплетает мне разноцветные ленты волос когда очнулась сказали что я чуть крови не стекла я даже не знала просто смотрела сон может это тебе спасло может стой ты слышишь осторожные на твердые шаги раздаются в конце коридора по покрытой и слезью стене проскальзывает смутно знакомые тень через секунду тара госпожа послала меня на ваши поиски юлия дергая оливера за рукав шепотом откуда ты и знаешь шепотом она телохранитель дарины шепотом это очень странно шепотом такие как она обычно не связываются с высокородными они вообще ни с кем не связываются сами по себе тара тихо покашливает привлекая внимание я отведу вас в безопасное место только не мешкайте и не задерживайтесь я видел стражников тоннелях быстро не получится с нами еще один человек он без сознания выражение лица тары под маской сложно угадать но кажется на очень недовольна без сознания да это все это все сюрпризы думаю все ясно попрошу не разбредаться и не шуметь мы пойдем быстро вслед за дрожащим огоньком керосиновой лампы мы шли через ветвящиеся тоннели канализации я помогал таре тащить тело крестьян он так странно она так странно молчала всю дорогу было бы глупо ждать от нее разговорчивости но клянусь в этот раз все было как будто иначе настолько иначе что я не решался спрашивать не сказалось что я вижу как скорбь и потерянность сочатся сквозь прорези и маски и чем яснее это видел тем больше убеждался что она не станет говорить со мной о том что ее тревожит если честно я не хотел не самого много что тревожил например то что сказала тень почему я не подумал что человек совершивший преступление наверняка имеет в голове план на случай если его поймают ведь он самом деле был хитер почему я продолжал доверять ему во всем даже после того как узнал про это я совершал ошибку я совершал ошибку меряя крестьяна по себе следовало задать вопрос чтобы я делал на его месте пути меня те силы что дает тень подавлял а ведь ответ ясен у меня была одна и они знали лишь кел крестьян с тенью было бы то же самое я бы скрывал ее прятал бы всю жизнь а те не оговорят проклятие уродов как будто это случайность иногда юлия оборачивается я видел в темноте фосфорцирующие глаза это взгляд преследовал меня самой первой нашей встречи преследовал под не в буквальном конечно смысл я словно пытался сбежать она неотрывно шла по моим следам последние три дня вот на что это было похоже чувствую что скоро устану настолько что просто обернусь и всажу нож между этих прекрасных глаз не думаю нет вряд ли это случится что со мной вообще происходит какая-то дырянь в голову лезет ну да еще бы о чем вообще можно думать такое время я просто устал мне кажется я кого-то я кого угодно придушу если он попадется под другом вот дерьмо может кел был прав и я не вижу в кого я превратился кел как ты там приятие что вообще будет теперь нет нет кел если бы ты слышал меня сейчас мои мысли ты был бы спокоен дружище ты прав я тебя часто подводил но не сейчас не сейчас кел ты тот кто мне по-настоящему дорог тот чья преданность и есть самое важное для меня я тебе верю как себе самому я за тобой вернусь просто я сейчас немного занят я просто ничего не понимаю уже все сейчас как с ума посходить крутится вокруг крестьяна из этих и всех этих убийств и проклятого кольца да откуда я знаю что им на самом деле нужно если даже в мотивах опекуна я начинаю все больше сомневаться я зачем-то понадобился дарине юлии да еще древо ты вообще ни хрена не понимаю не знаю что ему надо не знаю даже друг она или враг звуки коллекторов и шум льющейся воды постепенно стихать воздух становится затклым и тяжелым но как будто более сухим под ногами едва различимые во мраке похрустывают маленькие белые камушки где мы катакомбы крост хэма таро таро долго еще почти на месте проще разговорить дверь в чулане чем мы на месте оливер и таро кладут тела крестьяна на землю это место напоминает крост хэмскую канализацию все вокруг выглядит покинутым и очень древним госпожа да а вот и оливер дарина дарина лотнер слабо улыбается опять она у нас постриженная не проткни меня взглядом дарина замечает юлию а это здесь зачем смотрит на дарина оливер смотрит на дарина капна белых волос это то что было дариной больше чем сама дарина и прежний образ с трудом отклеивается от нее отрывается тоненьким кусочью как бумажная обертка от марципановых конфет без вычурных платьев бумажных роз прически она кажется другим человеком дарина ловит взгляд оливера и пускает глаза ладно не громко да черт с ней я только одного не понимаю твой лучший друг и твой опекун в тюрьме из-за нее но ты зачем ты возишься с ней кажется только теперь дарина замечает крестьяна лежащего на земле а что с урвудом тары вынимает меч и направляет его на крестьян разойдитесь два шага назад все вы два шага назад кивает оливеру ты дарине госпожа дайте вертрану пинты тара что происходит я не дам произойти ничему серьезному госпожа просто сорвудами надлежит быть осторожными во все кое время и вдвойне когда они не могут сдерживать свой темный дух и беспомощный перед его лицом полива перима перима перимотая его бинтами с ног до головы руки голову шею все открытые места с особенно тщательностью но и безопасности пока он не отбрасывает свою истинную урвуд уже не представляет угрозы оливер ты как знаешь но я открою карты крестьян провел обряд теперь пить тень перешла к вертрану и я надела на него кодому тачек ты уверена что он работает достаточно хорошо дарина вслушивается в разговор и растерянно сжимает пальцами рукоять короткого меча но не спешит вытаскивать оружие из ножен тара на секунду задумывается он здесь по твоей просьбе вертран так что ты его и перемотаешь оливер не нужно то бинты нам еще пригодятся я попрошу вас не тратить их на дурацкие суеверия это не суеверие фыркает кому как не трупу в доспехах об этом знать и убери нахрен свой меч или клянусь следующий замок я надену на тебя по какому это право ты командуешь моей телохранительницей по праву сотрудника ордера я на службе и следить за порядком даже здесь моя первая обязанность ты можешь убрать мечта проро прячет клинок ножны да госпожа юлия у нас много бинтов в сумке с припасами перевяжись а я забинтую орбота раз никто больше не собирается это делать последнее не лезь под руку я сама решу что мне делать эй привет ольга замечает юлию о и ты здесь дарина она-то дарина только развиты руками он кого это же крестьян орбут никогда его так близко не видел он маленький какой-то хватит уже ты давай рассказывай как сходил что там наверху ордер опять весь центр шерстит солдаты зачем-то солдат зачем-то нагнали они там на всех углах теперь по экипажем шарят сумки лезут останавливают всех подряд и еще по всему центру какое-то непонятное дерьмо творится мертвецов вытащили отовсюду кого-то красный какой-то краской метят но чаще так просто в телеги кидают эти телеги потом к реке гонят а там трупы на барже крузят сестерцы белый круг войска на академии все мертвичины разит так всегда делают перед концом декады мертвых вывозят за город чтобы похоронить да ну я слышал из них мыло варят кипятят чтобы заразу убить а жир потом кипячение не убивает болезнь где ты вычитал эту глупость один человек знающий сказал причем тут книжки то вообще вот в общем то и все думаю так с рассветом две не в путь а пока лучше тут отсидимся разумно соглашусь с квинси что думаешь если завтрашний праздник поможет нам скрыться я тоже за до него еще дожить надо ну и собралась у нас компашка скинув капюшон дарин слабо улыбается оливеру она выглядит усталой и измученный твои волосы что с твоими волосами у меня уже давно нет своих волос это парик я его с детства нашего помнишь тот день когда я ее шляпа позволь угадаю ты сейчас вспомнил мою жуткую шляпу да но еще бы я и сама ее часто вспоминаю папа дарина друг меняется в лице и шумно втягивает воздух дрогнувшим голос он был в ярости велел охранником высечь всю прислугу когда я сказала ему насчет шей я собрала ему просто в тот день я проснулась на мои волосы лежали на подушке я и ты прогуляла школу ну еще бы я ревела все утро а к вечеру папа отвез меня в столице и выкупили мне самый лучший парик я все ждала что они вырастут вновь не выросли ты знаешь из-за чего это узнала со временем вскоре после того как это случилось мне позвонил картеникс отец клянется что не говорил ему картеникс сказал мне что это связано с неким магическими силами в моей крови дарина останавливается это все он не слишком оно не слишком интересно что еще ты хотел по поводу тени что ты думаешь по поводу моей тени когда тара привела тебя я очень внимательно следила за тобой затем как ты держишься что ты делаешь что говоришь тут одно из двух либо ты очень силен духом либо не в полной мере осознаешь что с тобой случилось исправит спрашивал что я думал по поводу тени так вот я думаю что тебе надо научиться жить с этим отнесись отнесись серьезно к моим словам дарина в задумчивости правой рукой по своей голове задерживаясь на затылке что дальше дарим ты послала тару чтобы она нашла меня видимо у тебя был какой-то план отчасти я лишь знаю что нам нужно держаться вместе а еще я знаю что если речь зашла о плане вот и вполне можешь помочь мне с ним тогда приступим дарина косится на юлию юли отвечает ей настороженным жестким взглядом не хочу чтобы сложилось впечатление будто мы обсуждаем что-то у других за спиной даже если это так может обсудим план чуть позже а ты пока уделишь время госпоже дознавателю она глаз тебя не сводит а ты изменилась а ты изменилась сияние про волосы дарина поджимает губы какое-то время она молчит глядя на каменный пол я не буду говорить об этом я она узнаешь странно улыбается если стану рассказывать о том что случилось я ведь не стоит не стоит ладно уливер пожалуйста не спрашивай сегодня я начала понимать почему ты такой такой я просто то что было десять лет назад дарина плотно нажимает зубы в ее глазах стоят слезы она не плачет иди дай мне немного побыть одной а плане позже поговорим юля кива от ольгу даже слабая желтая мерцание свечей не в состоянии скрыть ее бледность попросить прощения мне кажется правильным о ревер неловко трогаю за локоть попросить накевать да юб прости меня пожалуйста любопытно за что же да за то что мешал твоему расследованию за то что столько врал но знаешь за всем ты бы отдохнул немного выглядишь жутко уставшим спасение кала кал не выходит у меня из головы не могу поверить что оставил него ты же помнишь у меня не было ключа все равно мы могли хотя бы попытаться его спасти выломать дверь хоть что-то мы вернемся за ним остынь не могу чтобы он не говорил мне он прав я его оставил или делать шаг кольверу обняв его она чуть преклоняя его голову к себе на плечо тихо прежде я воспринимала тебя совершенно другим каким тихо хитрым и опасны мне потребовалось некоторое время чтобы понять что ты не такой тихо идеалист ты не злой тебе важно все успеете все сделать правильно у алекс а подождите интро привет дружище вот сейчас чат не видел да я увлекся сюжетом а комментаторы будут на канале ну а сейчас смысл сейчас сюжетная часть они даже не смогли меня сейчас перебить я когда увлекся сюжетом надеюсь ты недолго ждал чтобы не сбить от тебя и нет привет дружище если если ты еще здесь просто понимаешь интересно слышать как игра смотрит на твои решения потом говорит ты знаешь ты не злой не хороший ты идеалист который хочет сделать все правильно в своей жизни и это классно такое услышать в игре возможно она как вы знаете как опросник как тест какой-то смотрит на ваши реакции на то что вы делаете в ней собирать немножко ваш психологический портрет но это интересно конечно и преподносит его через с главного героя идеалист тебе важно все успеть и сделать и все сделать правильно и ты мечешься потому что тебе приходится выбирать между одним дорогим человеком и другим между справедливостью любовью между дружбой и родством ты ты держишься все будет хорошо я не узнаю ее наверное это какая-то уловка может быть я зря жду подвоха или отступает назад посмотри на меня мы его вытащим вытащим ты понял а теперь соберись хватит твои мысли тебя губят я идти как считаешь моя тень сильно опасно за юли внезапно вспыхивает фосфорическим и зеленым огнем вопрос предельно некорректен допускаю что ты сделал это намеренно чтобы получить ответ достаточно широкий практически применимый опасность исходящий от теней находится в зависим зависимости от того какие цели преследуют орбуды и насколько тени вовлечены в их политические игры с этой позиции твоя тень представляет минимальную угрозу давление семьи на тебя не распространяется как влияет этот факт на опасность тени для тебя лично уменьшает ли или напротив увеличивает мне неизвестно основа моей компетентности логика и способность моделировать различные допущения но ведущая роль факта в таких ситуациях неоспорима и я признаться растерян не очень успокаивающее звучит да может отвлечься на что-нибудь другое что дальше нам надо обсудить что делать дальше юлия смотрит на оливера оценивающий возьми небольшую паузу ладно я понимаю у нас есть важное дело но именно поэтому я прошу тебя отдохнуть поговорить с остальными перекусить выпить чего-нибудь дело дойдет до плана у тебя уже не будет времени на это ты права ты права небольшая передышка никому не повредит оливер отходит квинси явно не расположен к разговору кивнув оливер он снова опускает глаза в пол и размышляя о чем-то своем таро наемница чуть поднимает голову ты все время молчишь твое право но я думаю нам есть о чем поговорить труп в доспехах юля сказала что ты труп в доспехах что она имела ввиду спроси у нее я хотел бы услышать твой ответ ты веришь всему что говорят ты не ответил на вопрос потому что ответ тебя разочарует это глупые домыслы сказки для людей из востока там такое любят меня не касаются эти слухи которые спространяют про сестер люди взвыдумывают а сестры это 2 как будто слегка расслабляется они рядом когда нужно мы просим друг 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 у друга советы и поддержки в минуты слабости кто мы если не сестры сестры по крови нет и сколько вас может 10 может уже меньше это какой-то орден ты становишься назойливым хватит этого допроса это все что тебе было нужно знать ты не дали не так давно давим сказала что ее отец уволил тебя почему ты до сих пор ей служишь это что-то личное нет есть вещи которые ты должен делать и не о том что ты делаешь когда связан обещание обязательствами или контрактами это общечеловеческий долг есть поступки которые правильны кому бы ты не служил что-то еще моя тень моя тень сильно беспокоит тебя ты слишком легко относишься к тому о чем не имеешь понятия не пытайся видите в этом дар теперь ты проклят да я понимаю ты ходишь среди людей это уже безрассудство по твоему мне следует уехать в глуши прятаться до конца жизни не вижу причин для насмешки это тебе и следует сделать скрыться от всех молиться левиафану об облегчении своей доли встретить 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 тебя в других обстоятельствах я бы избавила тебя от проклятия может есть менее радикальный способ от нее избавиться есть принять свою долю и смириться мне не на нравится этот разговор спроси о чем-нибудь другом или оставь меня что дальше чтобы дальше что будем дальше делать таро изучающийся море дна оливера сквозь щелец маски я не передавал этому значения но теперь понимаю как жутко она выглядит в широких прорезях маски я не могу разглядеть лицо и угадать ее черты когда таро говорит ее голос звучит очень гулко и странно он отдается в доспехах как в пустом ведре и это вправо и это правда очень пугающе нам нужен какой-то план да но не спеши как только мы придем к решению придется действовать почему потому что страх не дает еще осуществлять безумный план кивает на юрию даже она на взводе мы все на взводе таро согласны покачивает головой поговори с ними успокой это нужнее чем кажется сейчас не самое подходящее время но другого попросту не будет хватит разговоров на сегодня разговоров хватит нужно обсудить план как знаешь дарим госпожа нам нужен план действительно оливер спросил юли она собирается участвовать дарина могла бы сама спросить я готова оливер куинси а что я я не умею придумывать всякие план что ты вообще умеешь хватит цапаться давайте уже начнем я ночью пока план не начал обрастать условиями деталями и обретать законченный вид предлагаю обсудить нашу конечную цель таро и дарин скрываются в канализации видимо оставаться в городе они не намерены как и мы с оливером так что уточнение цели по большей части формальность но возможно кто-то хочет высказаться может юлия может у тебя самой есть какие-то мысли на этот счет все просто пока мы в крестхеме наши шансы быть пойманными и убитыми возрастать уточни убитыми кем я знаю лишь то что видела а в ордере орудует армия кто и зачем их послал это мне не ясно в коллекторах тоже солдаты да и в городе их полно юли развод руками сами видите единственный кто может ввести в город армию это магистр войны все указывает на то что крестьян невольно стал одной из целей но едва ли одной из главных да что там вообще творится не читать что мы пока не в состоянии понять потому что не видели всей картин арест крестьяна вероятно подтолкнул что-то что уже было готово и ожидала своего часа или гибель дяди альбуса и отжимает губы или все вместе queen си с громким кряхтением потягивается и так план да мы отвлеклись то что мы покидаем крост хим не вызывает вопросов возникает вопрос как мы это сделаем ночью выберемся из коллекторов на крайне проберемся к воротам я вырублю часовых и мы покинем город до дарина закрывает глаза и прикладывать ладони к вискам что ты делаешь я думаю принцы не отвлекай дарина снова сжимает виски нет не пойдет плохой план юлия еле заметно кивает я тоже не согласна ворота открывает механизм на стене команду на открытие ворот дают часовые стоящие снизу даже если ты справишься с теми кто внизу часовые на стене поднимут тревогу рискован лодка лодка мы уплываем на кровь схеме из города выходит множество каналов а некоторые охраняются остальные перекрыты железными решетками ты как собирался просачиваться сквозь крути так себе план бьется плыть вместе с трупами план в любом случае херня я когда-то был наверху видел что с каналами происходит нас наши лодка и живы оттуда попросят там всюду баржи с мертвецами не протолкнуться баржи слушать если мы проникнем на баржу то мы решим обе проблемы сразу поясника проникнем туда спрячемся среди трупов а баржи вывезет нас из города может сработать и нет идите-ка вы все я не собираюсь лежать среди мертвых боишься поймять костюмчик да не в этом дело они же зараженные сдохнуть 17 лет не входит мои планы так тебе 17 связалась же с малолеткой тара трогает дарина за плечо негромко спрятаться на барже с трупами госпожа и выплыть на ней из-за пределы города как думаете это сработает дарина прикладывать ладони к голове и глубоко задумывается да что это с ней никогда не видел я такой не знаю сработает ли при всем уважении оливер это не выглядит как законченный план мало деталей и множество вопросов в частности такой как ты собираешься попасть на баржу я еще не успел подумать об этом не кинуться мертвыми нет я же сказал отпадает значит надо искать другой план или продолжать размышлять ну да у нас ведь только ты умеешь думать опять вы цапаетесь кстати кто тоже должен грузить эти трупы на баржи вряд ли это делают высокородные юлия щелкает пальцами смотрители несколько мне известно очистку города от зараженных трупов поручает смотрителям а ну да эти ребята с чайниками на головах чайник на голове спасет тебя от заражение куинси и поможет скрыть лицо похоже что все складывается складывается в твоей голове разве что как ты собираешься достать костюмы пока не знаю разумеется не знаешь когда дело заходит дальше за умный болтовни ты всякий раз садишься в лужу повисает молчание мая тень мая тень могла бы пригодиться с ней смотрители точно не справиться а тень а что то пропустил не маническая тень пенсии как уорвода чё стойкая что не врубаюсь он же вроде не родной тебя откуда тень долгая история и у нас нет на нее времени дарина прикладывает руку к войскам со вздохом плохой план может объяснишь наконец просто плохой план уж поверь мне достал я только и слышу плохой план плохой план мы даже не пробуем но зато отбрасываем всякую идею которая не по не по нраву нашей белокоры простите лысой леди ничего еще не предложила и у меня блять уже в ушах звенит от твоего визгливого нет юля и не затыкай меня хватит я уже молчала в ответ на ее придирки и подколки больше молчать я не буду дарина поджимает губы не уверена ты не понимаешь нам действительно не стоит почему же ах да мало детали вот тебе детали сейчас силу оливера сковывает кодом кодомо тачи мы да мы вернемся в ордер за ключом от нее и я разомну разомкну эту штуку прижатый к вискам руки дарены мелко дрожат вы умрете если пойдете в ордер или на секунду задумывается вот сейчас ты права тогда как так у меня дома есть еще несколько таких и ключи от них тоже должны быть хотя бы один точно подойдет дарина вновь закрывая глаза сжимая голову руками ольвер добудет доспехи смотрители после переоденемся в них чтобы скрыть лица пронесем крестьян на баржу и кай в качестве трупа и отчаян дарина прикладывать руки к вискам и лицо чуть бледнеет и губы вздрагивают словно на вид что-то действительно жуткой хороший план да это то место думала заблудимся в этих тоннелях юлия подходит к лестнице задрав голову она прислушивается к звукам города там солдаты дождемся когда они уйдут присядь пока владислав приветствующий раз что за повязки ее ранили не это не новенькая это это девчонка просто она детектив ну так что теперь все стало на свои места дружище подобрав пол из своей униформы юлия садится возле стены сесть рядом оливер садится рядом с юлию юлия пристально смотрит в лицо оливера слово надеюсь увидеть что-то слушай представь ты в одиночку вытащил кристина из тюрьмы и покинул город вместе с ним ты перевез его в какой-нибудь старый пустой дом далеки от столицы туда где вас не найдет никто что бы ты дать сделал не знаю не знаю у меня пока нет ответа я приму решение как только сумею справиться с тем что я чувствую к опекуну и к тому что он сделал очень разумно я давно уже не иду на поводу эмоций ты же потерял обратно я стараюсь не забывать что никакой личной справедливости нет и быть не может кажется солдаты ушли давай-ка поспешим ты знаешь просто игра очень интересная владислав и я так понял она в какой-то степени старается как тест сложить впечатление об игроке и от его решения то есть каждое твое решение складывает какой-то твой видать психологический портрет для игры так что посмотрим куда мы дальше придем а тут мне уже заявила что я идеалист это девчонка в воздухе висит рассеянный но отчетливый запах гарри ночное небо подернут странным подобием туман приглядевшись оливер понимает что туман не что иное как окружающиеся в воздухе мелкий пепел над белым кругом висит густое облако застоявшегося трупного смрада все набережные усыпаны остатками мертвых людей повсюду распахнуты двери орудия ручными крючьями смотрители вытаскивают из здания разложившиеся и опухшие тела мы почти пришли взяв оливеров за руку юлия протаскивать его мимо отряда городской стражи поведя в неприиметный узкий перевод не толчись по ковру я очень редко убираю проще порядок соблюдать а это вообще возможно может горничную заведешь нет здесь важные документы из ордера или уходит на кухню выпьешь тут есть ром и еда только ром зато его много нет спасибо посиди в комнате я ключи поищу от этой штуки или ненадолго появляется в коридоре и вновь исчезает в глубине квартиры пройдя в комнату оливер садится на пухлую красную банкетку и осматривается по сторонам интересно значит сможем впечатления о ней складывать меры и правила законов в большой потертый фолиан с названием поиск пропавших несколько туго свернутых манускриптов в нижних шкафах дома Юлии нет ни одной художественной книги почти нет на нижней полке задвинутые в самый угол стоят три тома нежных пальцев и она читает эти сопли о еще моря приключений сердце солястии и предчувствия я ошибся вкус у нее есть меры и правила законов так это то же самое не люблю когда вот делают две кнопки да то есть на два а он как бы зачитывает книги собой то есть здесь зачитал книги здесь зачитал ну как мне кажется или одну сделайте пометку кровать из вишневого дерева покрытая благородным красно-коричневым лаком Оливер разглядывает подробную схему пришпиленную булавками к стене короткие строчки в этой строчке сразу же бросается в глаза сочетание терренс оде они же должно быть крафтверк здесь шестеро убитых крестьянам детей не знаю как но Юлия нашла связь между смертями соединив их красными нитями если бы суд все таки состоялся она бы сумела доказать всю цепочку убийств от начала и до конца под схемой расследования дело Орвуда обнаруживается еще одна четыре склеенных между собой листа из записной книжки строчки Старинные зеркала на серебряной основе заметно что Юлия редко пользуется Туалетный столик пуст на его пыленной поверхности отпечатки нескольких флаконов на нем светом В верхней части стекла прикреплено несколько записок с аккуратным круглым почерком и огромными заглавными углами. Такое чувство, словно она пытается украсить ими зеркало. Остановившиеся стрелки маленького будильника показывают 2 часа и 11 минут. Эти часы только усиливают впечатление заброшенности квартиры. Интересно, как там наша старая усадьба? Что там внутри? Осталась ли та гигантская кровать в моей комнате и ванная в коморке Джинни? Если однажды мне придется переступить порог моего прежнего дома, что я увижу там? Юлия заходит в комнату, держа в руках плоский железный ключ. Часы сломались еще очень давно. Я пробовала их починить, но добила окончательно, потеряла маховик. Теперь я не точно никогда не пойду. Подходящий ключ я вроде бы нашла. Дай мне немного времени подготовиться. Тебе нужно гораздо больше, чем немного. Скажи мне, ты точно знаешь, что ждет тебя там? Я не могу знать точно. Как минимум, ты точно с ней встретишься. Ты видишь в этом поступок полюбящего отчима, но здесь, вероятно, нашлось место и тонкому расчету. Я — это то, что связывает его со всеми этими убийствами. Оборви ниточку, и не будет ничего. Суд не найдет главной улики. Я не верю, что Кристиан мог так обойтись со мной, а если никакого хитрого плана не было? А если было, почему ты отказываешься хитрости этому человеку? Кристиан использовал тебя. Что-то такое он и сказал. Юлия задумывается. Тень пытается убедить тебя, что опекун — твой враг. Это часть ее плана, и чем меньше ты ему следуешь, тем больше у тебя шансов. Если, конечно, она не попытается решить вопрос силой и попросту не убьет тебя, такая вероятность тоже есть. Но ведь нам не обойтись без тени. Юлия мрачнеет и от твоих глазах. Знаю. Поэтому я хочу, чтобы ты был на стороже, когда встретишься с ним. Что бы он ни говорил, вникая в каждое слово. Я дам тебе этот колокольчик. Когда придет время вытаскивать тебя оттуда, подай мне сигнал. Совершенно неожиданно Юлия касается запястья Оливера и крепко обхватывает его своими тонкими пальцами. Мы начинаем. Если ты готов. Да, я готов. Юлия подносит ключ к замочной скважине. Кодомо-тачи. Вот еще что. Ты не сможешь находиться там слишком долго. Твое время ограничено. То есть, твое тело в реальности будет таять с каждой секунды, когда ты будешь на грани исчезновения. Мне придется вернуть тебя. Как сегодня в тюрьме. Там тоже. Давай. Я, кажется, готов. Резким движением Юлия гоняет ключ в замок, и мир уходит во мрак. Комната наполнена струящимся туманом и чьим-то незримым, но хорошо читающимся присутствием. Так тихо. Где тень? Звонки звук. Безнадежно сломанные часы вдруг оживают, и стрелка, замерзшая на одиннадцати минутах, делает решительный шаг вправо. С комнатой что-то происходит. Туман все усиливается и густеет, свиваясь кольцами вокруг полигара. Плотной стеной он встает в окон и, выхода из комнаты, пряча пространство в клубящемся дыму. Ты ведь любишь его, как отца. Никогда не поверю, что ты слишком наивен для чувства справедливости. Если бы тебе была нужна его смерть, ты бы убил его, давно бы убил. Так и есть. Так и есть. Я думал, чтобы рассказать тебе, но предмет разговора находится с... А, Кристин Орвуд во всей его полноте. Мой рассказ займет много времени. Настрой все слушать внимательно. Я хочу, чтобы ты сегодня... Чтобы сегодня прошлое, которое ты вспомнишь... Озарилось иным светом. И ты взглянул на него по-новому. Рассказывай. Рассказывай, не тень. Ежегодную ярмарку в Брунхолме называют красивейшим и нежнейшим праздником западных холмов. Тебе повезло и увидеть в то тихое время, когда от декады почти не умирали. Народ был... И народа было уйма. Народу всякого. От нищего зубого рода до мелких аристократов. Сам Лоу Форвуд затерялся бы. Кристиан взял тебя на праздник именно в тот год. Ты болел ангиной, и он очень боялся, что ты не успеешь поправиться к ярмарке. У меня осталось половина билета оттуда. С трудом вспоминаю, что там было. Да-да, билеты в виде сердечка. Одиночные, целые и парные из двух половинок. Там возле входа еще стояла взбитая шелковая постель. И девушки в ней продавали билеты, доставая их прямо из-под ночных сорочек. Ты сейчас подумала, соскак той блондинки? Я как раз смотрел на них. И Кристиан сильно сжимал твою руку, да? Чтобы не потерялся в толпе. Он приобнял тебя, когда вы ушли. Вы так ходили все три дня, и я хорошо это помню. Ты был достаточно взрослым, чтобы помнить. И недостаточно, что его понимать. Тень молчит, словно выдерживает драматическую паузу. Так. Осмотрелся. Оливер осматривает комнату. Туман как будто медленно кипит. Клубы, похожие на пар, скидываются, опадают. Из них тут же вздуваются новые. Возле кровати лежит окровавленный старинный нож. Еще один артефакт призрачного мира. Взять нож. Незаметно для тени Оливер подцепляет нож ногой и потаскивает к себе. Туман скрывает его почти по грудь. Так что ему без труда удается поднять оружие и положить в карман. Он был таким заботливым. На шаг не отпускал. Все смотрел, чтобы какая-нибудь развратница, не нашедшая пара, не увела тебя в кусты. Заказал вам отдельный шатер. Не спать же с простолюдинами. Вечеру его уже доставили и развернули в стороне от всех. Он был из синей ткани и стоял на опушке леса под гигантским деревом. Его крона защищала от ветра, но все равно было ужасно холодно. Он сказал, что тебе можно вино, чтобы согреться. Ты захмелел сразу, он был в полудреме. Такой мягкий и податливый. Я совсем не помню. Оверен, ты вспомнишь, когда я начну говорить о деталях. Так, смотреть на часы. Минутная стрелка часов завершает свой круг. Два часа и 52 минуты. Крестьян сразу перелег под твое одеяло. Обнял тебя, согревая своим телом. Растирал тебе руки и живот, чтобы ты не простудился. К счастью, ты не замерз и не заболел снова. Ты уснул почти сразу, и он не спал всю ночь. Помнишь? Что было утром? Муравьи? Да, по всей постели у тебя в волосах. Слуги нагрели воду в купальне. Крестьян помог тебе вымыться. Ты ведь был еще довольно слаб после ангины. Дух улыбается, но его взгляд кажется победным и слабым. Но даже муравьи не могут испортить такой праздник. Крестьян только и делал, что одурачился. Самозабвенно, словно думал, что возможности больше не будет. Хватал тебя за живот в комнате страха. Вы скакали в одном мешке ради двух дюжин яблок в карамели. Кстати, он так и не забрал приз. Последний день, когда ярмарка закрывалась и был салют, он сказал, что хочет покатать тебя на лодке. Он мало греб, больше говорил, и все так непонятно, так туманно. Что-то хотел объяснить, но не смог. Каждый раз срывался и начинал сначала. В конце концов, он на взрыв расплакался, обнимал тебя, что-то шептал, извинялся. Может, за то, что плакал? Нет, я вспомнил. Плакал он уже после. Ты помнишь, как это было? Я все помню. Сейчас перед моими глазами пролетают обрывки тех трех дней, распавшиеся на множество бессвязных картин. Теперь все собирается воедино и кажется особо болезненным. Даже хвосты воздушных змей, полочащиеся по траве, и краснолицый шут с носом из баклажана и птичьим гнездом в волосах. Память уносит все глубже, вырывается в темноту под сводами шатра. Дальше все со всем обрывками. Спотевшая латунь опекуна лежит у меня на груди и гладит еле заметно и бесконечно. Узор ковра на полу, на который я смотрю, не отрываясь. Я сжавшись, блюю прямо на траву и раскрытые ночные цветы, захлебываясь в спазмах, еле дыша от непрекращающихся толчков сердца. След от горячей руки крестьяна, остывающего у меня на груди, превращающегося в холодное влажное пятнышко. Огромное дерево раскинул свои ветви над нашей поляной, и оно так шумит от ветра. Дерево, там шумит, так нестерпимо. Дерево, мы должны встретиться в нашем сне. Отпусти сознание, не дай. Найди, найди способ. Меня как-то ранили. Падаю и вижу, мама стоит над кроватью и вплетает мне разноцветные ленты в волосы. Когда очнулась, сказали, что я чуть крови не стекла. Я даже не знала. Просто смотрела сон. Ты долго держишься? Долго. Что? Оливер пытается сдвинуться с места, но это получается с огромным трудом. Странное бессилие растет с каждой минуты. Тень из диво актерских охочет. Чувствуешь? Теперь чувствуешь? Отсмеявшись, дух быстро замолкает. Вранье и замалчивание Данилу неузнаваемости исказили историю Орвудов и Теней. Всюду звучит слово «контракт», которому жгуны прикрыли в барахтанье в секах. Ничего, что подходило бы под слово «контракт» или «сделка». Лишь подлое принуждение. Что происходит? Незбежно. Оно стало таковым, когда ты шагнул сюда. Комната-ловушка, удерживающая твою душу от перехода назад в мир людей. Ты можешь или ускорить процесс, познав, позвав Юлю на помощь, или просто ждать. Тут дело лишь во времени, конец один. Это как провалиться под лед. Ты утонешь все равно. Так, ударить ножом – это вот имеется ведущий себя, должен ударить ножом? Или резать? Я так понимаю, ударить ножом – он ударит его. Ну а нарезать себя. Оливер засовывает руку в карман и поворачивает нож острём к себе. Лезвие без усилий проскальзывает живот вместе со вспышкой резкой боли. Живот выворачивает наружу, уталкивая грудь Оливера тёплый, расползающийся ком, моток кровяной колбасы. Кланяться тебе до конца наших общих дней. Мы могли бы стать компаньонами, если бы знали друг друга лучше. Но вот беда. Вся вековая память теней. Мгновенные слова духа превращаются в неясный поток бурлящих звуков. А глаза Оливера заволокивают пелену. Веру и все надежды на равный союз между нами и вами опасны и беспочвенны. Кто ты такой бледный? Вертран? Вертран! Здравствуй, Оливер. Тень замирает в изумлении. В провалах её глаз Оливер видит застывшее выражение ужаса и восторга. Шумящие ветви склоняются над головой Оливера, укрывая его со всех сторон. Я здесь, младший Вертран. Я с тобой. Помоги мне. Плете золотых листьев мерцает со всех сторон вокруг Оливера, отражая чёткие и ясные картины. Помоги, древо. Я... я умираю. В отражении лица охотников, сидящих кругом возле дерева, закрыты капюшонами, но каждый из них будто светится, ясно вырисовываясь среди тени. За их спинами поднимают головы всё новые и новые охотники. Ну да, 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 я тоже, видишь, такое решение принял. Сотни духов, тех, кто ушёл многие десятилетия назад, слетаются сейчас на разгорающееся золотое сияние. И Роджер Вертран, отец, и без носа, и дедушка Рандольф, и Сельвик Вертран, первый истинный патриарх рода, все они в этом бесконечном растущем круге. Их согнутые фигуры словно проступили сквозь толпу. Все люди мира, вот как те души, скованы общими цепями, никогда не знаешь, чья цепь зазвенит в ответ, если потянешь свою. И отец, нестареющий, рыжий и бледный, склоняется, кладя свои ладони в мешанину лезущих внутренностей. Тяни цепь, Оливер! А-а-а, ну он кричит. Тяни цепь! Тень опекуна. Тоже что-то говорит, это Оливер Вертран. Я умер. Я живой. Я живой. Я живой. Ох. Как же все болит, твою, твою мать. У нее такой непонятный взгляд сейчас. Никогда не видел, чтобы она так смотрела. Выпей воды, тебе сейчас нужно. Что-нибудь болит? Голова. Так, немного. А-а, получилось? Вроде да. Мне твои вроде нахер не нужны. Судя по тому, что я видела, ты справился. Что было? Что со мной происходило? Когда я сняла ее, ты сразу задергался и загнулся весь. Словно из тебя жилы тянут. А потом я, словно в пелене какой-то, увидела у тебя, будто кишки полезли. И все в крови. Запихивала их обратно. А они все выскальзывали. Ты три часа лежал без сознания. У тебя был жар. Но я его сбила. Юлия передвигается к Оливеру и, обхватив его голову рукой, кладет ему ладонь на лоб. Ты и сейчас горячий. Плохо, Ольга. К утру тебе лучше бы быть в порядке. Она снова прикладывает руку к его лбу и озабоченно качает головы. О чем думаешь? О чем думаешь сейчас? О том же, что и ты. Об отъезде из города. О плане крестьяния. О том, что сейчас в башне. Честно сказать, я стараюсь особо ни о чем не думать. Мне нужна чистая голова. И даже зная, от какой мысли ты хочешь отвлечься. Ты ведь сама говорила. Личной справедливости. Не существует, да? Говорила. Надеюсь, ты не обижаешься, что я подозреваю тебя. Все в порядке. Кто-то решил, что его можно просто взять и раздавить. Сжимается. Кто бы это ни был, он заплатил. Его не вернуть. Его не вернуть. Хватит уже убиваться. Юлия поджимает губы и что-то медленно угасает в ее глазах. Знаю, его не вернуть. Я на кухне. Перекусить. Нет, ты подремли, Оливер. Не забывай, у нас еще есть незаконченное дело. Пронзительный звук трубы глошатая. Подхваченные ржавыми глазами сотен труб и рожков, перекликаясь и перекликиваясь, летит над городом. С добрым утром. И тебя. Ты брови размазала. Черт, я поправлю. Переоденусь. Зевая переоденусь за дно. Ты собрался. Мы проскользнем. Когда уличное шествие будет сам разгар. Грохочущий гул толпы людей заливает улицы Белого Круга. Есть план? Усмекается. У меня всегда есть план. Матрис говорил про нижний тоннель от Белого Круга до Вестена. Там и в прежние годы собирались бродяги и нищие. Теперь к ним прибавят еще и зараженные. Нижний ярус метро. Туман Декады будет выветриваться оттуда еще очень долго. Задумывается. Я понял, к чему ты клонишь. Поезда там редко ходят, так что смотрители чистят такие места в последнюю очередь. И сейчас они, наверное, тоже работают. Это тихое, безлюдное место. Если будешь действовать быстро, тебя никто не заметит. И Оливер. Я не хочу знать, как именно ты добудешь костюмы. Поэтому не говори мне. Не рассказывай, как там все прошло. Не касайся этой темы, когда все кончится. Я понял, Юлия. Я понял тебя. Юлия берет руку Оливера и чуть сжимает его пальцы в свои ладони. Несправедливо взваливать все это на тебя. Ничего. Где нам найти тот тоннель? Юлия осматривается. Надо выйти на набережную и спуститься поближе к воде. Юлия дергает Оливера за рукав. Вот тот тоннель. Пошли. Подойдя ко входу, Оливер замечает на темных сводах слабые отблески фонари. Тихо. Там кто-то есть. Смотрите ли, кто же еще. Я перекрою вход в этот тоннель и отвлеку внимание. Удачи, Оливер. Сделай все быстро. И тебе удачи. Оливер проскальзывает слабо на освещенную арку тоннеля и наблюдает за происходящим на улице. Ордер Сестерции. Вознаватель Юлия Рейдер. В тоннеле произошло преступление. И доступ туда закрыт в соответствии с параграфом 18. На нем можно положиться. Оливер отступает от входа в пустой полумрак тоннеля. Когда глаза Оливера привыкают к темноте, он различает фигуру трех смотрителей. От свет слабых фонарей, спрятанных в заправках и в шлямах. Неуверенно ползает по сводчатым стенам тоннеля. Смотрители заняты уборкой мертвых тел и не замечают Оливера. Как же тут темно. Или заметные лучи зеленого света проникают в тоннель, сквозь круглый пролом в потолке. Что это там светится? Ничего не видно. Оливер приближается к смотрителям, но ближайше останавливает его взмахом руки. Куда? Куда? Сдай-ка назад. Санти, там кто? Да паренек какой-то, забрел видно по ошибке. Гони его, нам до вечера тут копаться еще. Это да. Иди-иди, нечего тут тебе делать, тоннели закрыты. Тень появляется возле балки, поддерживающейся в тоннеле и расслабленно облокачивается на нее. Ты это чувствуешь? Я это чувствую. А значит, чувствуешь и ты. Ты про... Да. Ты не знаешь, как это назвать. Не знаешь, что это. Твои ощущения смутные. Они возникли в первый раз и, конечно, тебе не знакомы. Они требуют толкования. Я помогу. Я назову эти чувства словом, которое ты сейчас мучительно ищешь. Голод. Это голод. Я звал тебя не для разговора. Продолжай игнорировать это чувство. Пусть оно медленно сводит тебя с ума. Точит, грызет изнутри. Продолжай, не смиряйся. Борис напевает к исходу пури. Наступит час смирения. Почему ты так весел? Цепь сковывает не только меня, но нас обоих. И ты тоже страдаешь. Это ли несправедливость? Знаешь, ведь Кристиан тоже чувствовал это. Голод. Этот зуд. Почти боль. Это чувство становится нестерпимым, когда не на что опереться. Хватит. Если я захочу, я сам спрошу тебя об этом. Как пожелаешь. Благосклонно кивает. Я внимательно слушаю тебя. Голод Кристиан. Ты говоришь, Кристиан тоже чувствовал этот голод. Тоже чувствовал. Муки, которые он испытывал, были очень сильны. Тебе еще предстоит узнать их. Он боролся с этим голодом с самого начала. Мгновения гнева толкали его к ошибкам, о которых он впоследствии жарел. Ты помнишь, что он говорил тебе про остальных детей? Это лишь половина всей правки. Вторая половина неприглядная. Это история о ярости, которую шесть раз одерживала веру. Семь раз, если считать твою мать. Ты его испытание. Искупление за все загублены жизнью. Кажется, он прошел его. Это лишь делает всю историю драматичнее, ведь так? Благосклонно кивает. Я внимательно слушаю тебя. Он очнется? Есть ли какой-то шанс, что Кристиан очнется? Есть. Призрачные малые, но есть. Благосклонно кивает. Я внимательно слушал тебя. Ланатаки. Я знаю, как следует атаковать смотрителя. Опять же, слушаю, кого надлежит убить первым. Зелье интеллекта. Оливер достает из кармана пузырек с остро пахнущей жидкостью и, открыв бутылку, залпом выпивает пива. Я чувствую невероятное превосходство своего ума. Атаковать ближайшего, смотрите, было бы безрассудством. Это увидят оба его напарника. Значит, надо начать с дальних. Они в разных тоннелях, так что особая разница, кто из них будет первым. Сделаем так. Первым должен уберить тот, что в левом тоннеле. С крюком. Вслед за ним смотритель с карпуном. И ближайший к нам ты оставляешь на самый конец. Сделаем. Итак, план ясен. Не могу сказать, что он однозначно нравится мне, но менять его я не стану. Когда будешь готов атаковать, просто подойди к смотрителю как можно ближе. Я смогу убить их, только находясь рядом с ними. Но Каскла накивает. Я внимательно слушаю. Исчезни. Исчезни. Так, тень послушно растворяется. С трюками дыма. Интеллекта у нас больше нет, ребят. Моргер направляется к смотрителям. Еще раз подойди к ним как можно ближе. А если не получится, тень усмехается. Если не получится, будешь лежать в той куче рядом с остальным. Так что у тебя получится. Смотритель перегораживает Олигру дорогу. Так, ты че это? Не видишь? Тоннель закрыт, мы тут работаем. Отвлечь разговор. Оливер решает, что лучшая тактика отвлечь смотрителя разговора. Закрыт? Простите, мне просто было очень интересно посмотреть. Я случайно нашел этот тоннель и... Судя по звуку, смотритель сплевывает прямо в фильтр с шлемом. На че тут смотреть-то? Оливер делает шаг к смотрителю и тот незаметно для себя отступает назад. Ну, на смотри, вон трупаки, вон дырка на потолке, вон крыса в черепушке, гнездо с вилла. Любите вы всякое говно, господа высокородные. Ближе. Оливер делает еще шаг, как бы оттесняя смотрителя назад. Тень появляется за спиной смотрителя с крюком, одновременно рассекая его с пояса до плеч, ударами видимого лезвия. Да, я уже посмотрел, но любопытно все равно. Давно вы тут? Тут? Это где? Это тут. Смотритель... Смотритель не то. Третий год пошел. Здесь редко кто так задерживается. Собачья-то работа. Оливер делает еще один шаг навстречу смотрителю. Тень появляется за спиной у смотрителя с геркуном, одновременно рассекая его с пояса до плеч, ударом невидимого лезвия. Собачья работа, говорите. Зачем же она тогда вам? Да, как сказать-то, будто бы есть что получше. Я ей молчалки плел и уголь колол в шахте. Все одно. Скотское это занятие. А тут, тут хоть декаду переживешь с этими костюмами. За спиной у смотрителя появляется тень. Под сводами метро воцаряется тишина. Оливер тяжело дышит, стоя посреди пустого тоннеля. Один из смотрителей продолжает конвульсировать, подергиваться, медленно затихая. Двое других лежат неподвижно. Оливер тяжело дышит, опершись руками на колени. Появляется из тумана. Тень. Тебе уже лучше? Лучше. А, а ты про что? Вы, чувство, сказали свое слово быстрее, чем разум. Лучше это когда бесконечная жажда и боль, выросшие из неутоленного желания, убивать угасают. Я не хотел этого. Какое еще желание убивать? У меня я... А, Митчелл? А, тот солдат в тюрьме? А эти трое? Или они сами умерли? Тебе и смиряться-то не придется. Ты уже смирился. А хоть у тебя не исчезает клубок дыма. Надо уходить. Юлия по-прежнему стоит на шатке на деревянном мостике возле входа в нижний тоннель. Все. Оливер кивает. Слушай, их там только трое было. Юлия отвечает Оливеру долгим спокойным взглядом. Значит и костюмов будет три. Тара и Квинси останутся. Дарина не согласится. Может, Квинси еще да, но вот Тару. Однако она сказала хороший план. Она ведь не знала, что костюм будет три. А ты ничего не заметил? Ничего странного с того, что она делала? Кажется, заметил. И я заметила. Я проверила ее, когда предложила план с возвращением в Ордер. Для человека, не посвященного ситуации, он выглядит безобидным. Но я знаю, что он смертельно опасен. И Дарина это знала, она увидела это. Вот твоей однокласснице есть редкий дар. Какого у того лысого музыканта из кафе? Как у того лысого? Ага, волос она потеряла, очевидно. По той же причине. Юлия отглядывается на вход в Танель. Вряд ли их обнаружат быстро. Не думаешь, что их вообще обнаружат. Идем, пора собирать остальных. Катакомбы встречают пустой, издавленный тишина. Эй, Дарина! Поднимает голову, наконец-то. Тара, Квинси, они вернулись? У вас не было очень долго. Я боялась, что ваш план провалился. Вы оба нас бросили. Не волнуйся, ты-то точно выберешься. Зря ты это. Она переживала вовсе не о плане. А следовало бы переживать именно о нем. Появились кое-какие неприятные детали. Оливер, ты скажешь, или я? Лучше я. Давай лучше я. В общем, мы добыли костюмы в нижнем тоннеле возле белого круга. Но их не хватит на всех. Брови Дарины медленно и два заметно приподнимаются. Словно она не слишком удивлена. Эй, то есть как? Не хватит. Оливер, и ты объяснитесь. Оливер, и ты объяснитесь, может? Дарина, мне не нравится твой тонн. Тара заступает перед Дариной. Тара, не нужно. Господь. Тара, не нужно. Так как насчет объяснений? Дарина, послушай, мы с Юлией оба пытались действовать по плану. Мы сделали все, что от нас зависело. Точно, никто бы не смог сделать больше. Извини, но твои упреки. Что мои упреки? Ты сейчас скажешь, что они несправедливы, да? Дарина подходит ближе к Оливеру. То есть всякий, взявший за ответственную миссию, может налажать, сказать, я сделал все, и спрятаться за этими словами, как за стеной. И в случае чего, сразу же, упреки несправедливы. А как это работает? Что правда? Нет, вы не просто облажались, вы двое. Госпожа, не стойте близко, у него тень. Два шага назад, госпожа. Сквозь зубы. Блядь, заткнись. Дарина подходит совсем близко. Ну скажи мне, я хочу это услышать. Сколько всего костюмов? Три. Три? Три? Обращаясь к Таре и Куинси... Нет, слышали? Вы понимаете, что вас двоих списали со счету? Я полагалась на вас. Мы все полагались на вас. Нашли те, кто сделает всю работу. Вы не просто облажались, вы потратили наше время. Праздник был нашим шансом покинуть город, а вы сложали и украли у нас этот шанс. Где мы найдем еще костюмы до конца праздника? Потом будет уже поздно. Как жаль, что в то время, когда мы лажали, вы нихрена не делали. А ну заткнись. Гаспажа, осторожней. Да, осторожней, белоручка. Тронешь меня, и я тебе пальцы вырву. Так, следить за Тарой. Волюра пытается проследить за взглядом Тары. Бесполезная затея. Тара осторожнее. Юлия выхватывает из кармана кодома Тачи, но не успевает ничего сделать. Тара рыбком выдергивает оружие у нее из рук и бросает в Волюра. Арх. Нижний тоннель в белом круге, значит. Ах ты, сука, через мой труп? Тара, отойди от госпожи. Короче, у нас тут драка началась. Тара, Юлия и Дарина хватаются за руководитель мечей и замирают, готовые порвать друг друга на части. Давайте, стойте! Встанете продолжать в том же духе, и покидать Христейм будет некому. Знаете, что я вижу сейчас? Мы разбились на два лагеря, где каждый пытается обмануть другого. Нам нужно искать выход вместе. Не цапаться и не кидаться обвинениями. Хватит этого уже. Нам нужно научиться слушать и слышать друг друга. Поэтому опустите оружие и давайте просто спокойно поговорим. Юлия, выскажись. Юлия, может быть, ты хочешь высказаться? С радостью. Хотите, чтобы был план? Я за. В делах такой важности нельзя обойтись без плана. И меня бесит, что желание эгоистичной сучки ставят жизни многих людей под угрозу. Твой план. Итак, какой план ты можешь предложить? Все тот же, с поправкой на изменившиеся условия. Дарина вновь прикладывает руки к вискам. Конечно же, ты меня не послушаешь, но нет, не лучшая идея. Ты видишь это, Оливер? Она не понимает, что поставлена на карту. Я повторяю, очень много жизней зависит от ее желания путешествовать со свитой. Жизни многих. Ты говоришь, от поступков Дарина зависит от жизни очень многих людей. Но каким образом? Нужно научиться слушать и слышать друг друга. Это ведь твои слова. Когда я говорила об этом накануне, ты меня словно не слушал. Так слушай. Приказ убрать Орвуда – это то, чего следовало ожидать. Но исходит он не от других Орвудов, а от того, от кого-то в Совете. Значит, арест Кристиана послужил лишь поводом для чего-то. Кому-то нужно не его наказать, но его смерть. А именно поэтому этот человек должен выжить. Суть моего плана была не в том, чтобы сохранить истину Кристиана для правосудия. Я верю, что оно важно. Но, как верю и в то, что в иные моменты на первый план выходят более значимые вещи. И сейчас как раз тот самый иной момент, когда нужно подумать не о своем спасении, но сделать то, что должно. Дарина делает знак, и Тара задвигает обратно в ножны наполовину вытащенный клюна. «То есть, ты пытаешься прежде всего сохранить Кристиана?» «Кажется, я знаю, что за люди за всем этим стоят». Дарина закрывает глаза и некоторое время молча стоит перед Олигром. Дарина, ты что это, плачешь? Мои госпожа, успокойтесь. Лоттнеров, всех-всех Лоттнеров. Дарина, Стилфрейсы, папа и мама, всю прислугу, весь, все, они схлипывали. Всех вырезали. «Твою мать? Я же не знал. Куинси там был со мной. Куинси видел все. Он помог мне спрятаться, а потом Тара пришла и вывела нас оттуда. Не знаю, как я не сошла с ума. Если бы не они, не знаю, чем бы все кончилось. Когда я немного пришла в себя, я отправила Тару за тобой. Я была в отчаянии, мне была нужна чья-то помощь. Тара нашла нас. Да, и вы чуть не убили мою надежду на побег. Как бы мне не хотелось сбежать, оставив Тару к Куинси, я не могу». Куинля сжимает зубы. «О, Левиафан, я дура. Я такая дура. Послушайте все, я должна кое-что объяснить». Куинля подходит близко к Дарине и пожимает ей руку. «Я редко ошибаюсь, но все же случается иногда». «Тихо, поверить не могу, что ты их спасаешь». «А мне казалось, что ты бываешь принципиальной до глупости. Я не видела смысла в твоих попытках вывести Орвуда. Я даже не понимала, почему Оливер». «Мне кажется, или у вас есть новый план, Юлия?» «Девушка, дознаватель, смотрит на Оливера долгим и внимательным взглядом». «Думаю, да». «То есть армия вошла в город, чтобы вырезать все семьи». «Короче, создать новую знать» решил Чумной Король. Ему надоели видать эти распри. «И заодно под праздник навести порядок». Оливер Вартран. Юлия Райдер. Юлия сжимает руки Оливера кодома Тачи. «У меня такое чувство, что один из нас должен что-то сказать. Как бы подвести итог всему, что случилось за эти дни. То есть ты хочешь что-то сказать? Сейчас тот момент, к которому мы еще не раз вернемся в своих мыслях. Оливер. Что бы я ни сказал, а сейчас, что бы ты ни сказал, пройдет время и у всего этого будет последствия. Их результаты непредсказуемо наложатся друг на друга. Предугадать это будет невозможно. И, вероятно, в дальнейшем каждый из нас берет смысл случившееся сегодня. Как бы то ни было, сегодня мы приняли самое правильное решение. Короче, мы отпустили их. Отпустили эту наемницу Дарью. И остались сами двоим. Дарья насохранит Лотнеров. Кристианов. Кристиан Порводов. И вместе они сохранят надежду на то, что прежние времена еще можно спасти. Я обещал Кеву, что вернусь за ним. С мечом наперевес. Не отрывайся от реальности, Оливер. Все, что ты можешь сделать, подать документы на пересмотр дела. Все, что могу сделать я, убедить его отказаться от своих показаний. Рано или поздно это случится. Мы оба знаем, что настоящий убийца Митчелан. Еще на свободе. Идем. Праздник пропустишь. Обратный путь всегда кажется короче, но в этот раз он тянется целой вечностью. Юлия идет впереди, как будто ведет меня за собой и молчит. Она молчит как-то странно. Удушевленная, что ли. Словно сейчас в ее голове горит свет, и очередной замысел свивается в запутанный лабиринт. Едва ли она довольна тем, как все повернулось. Наверняка, будь ее волей, она бы сделала все немного иначе. Но сейчас она, по крайней мере, счастлива от того, что сделала все так, как должна была сделать. Словно разом решила все для себя. Я знаю, потому что сейчас я чувствую то же самое. Ты слышишь это? Похоже, праздничное шествие в самом разгаре. Нас точно не заметят. Не заметут, как дадет. Нет, по-моему, это очевидно. Солдаты были в городе не ради нас. Те, за кем они охотились, давно покинули Кростхей. Эта история закончилась. Надеюсь. Какие у тебя планы? Никаких. По крайней мере, на сегодня. Юля подходит к лестнице. Эй, глянь наверх, видишь? Что? Воздушный шарик там, под крышей застрял. Я отсюда не вижу. Как думаешь, он улетит или лопнет? Или лопнет? Я думаю, он лопнет. Он улетит. Как только ветер переменится. Ну что, друзья, мы прошли игру. Очень запутанный сюжет. Надо проанализировать. Ну, по сути, у нас относительно хиппи-энд. Просто еще столько цепочек, и хочется продолжения со временем. Ну, в любом случае, очень хорошо все сделано, считаем. Так что, все-таки от меня 10 баллов. Есть пожелание. Ребята, уберите печатную машинку, когда идет текст. Потому что приходится тихо звук делать, и не слышно уже ни музыку вашу, ни звуки там, остальные. Это была ошибка сделать печатный вот этот вот текст. Может быть, как-то надо было потише сделать его звуковой эффект. Ну, и еще пожелание. Когда есть вот такие цепочки нулевые, то есть гибель, там, арест. Желательно, чтобы был какой-то арт. Неужели так сложно было нарисовать вот то, что произошло? Это могло бы мотивировать все-таки проверять все цепочки ради картинки. Понятно, что заставку вам это дорогое удовольствие, но хотя бы рисунок, чему бы нет, чем просто вот такой черный экран и типа, о, спалился. Ну, вообще, в идеале, я думаю, или надо рисунок делать, тогда я бы это оправдывала, такую точку, да, или просто убирать эти лишние цепочки, которые ведут в тупик, и просто оставлять те решения, которые позволят двигаться вперед. В любом случае, сюжет обалденный. Меня здесь назвали, ну, героя за мои решения назвали идеалистом. Интересный очень итог. То есть мне кажется вообще, что игра, она как тест, который вы проходите, вы принимаете решение, и в определенный момент она на основе этих решений выводит ваш психологический портрет, который потом в лицо вам говорит. И вот у меня вышел, я так понимаю, идеалист. Ну, там надо точно смотреть, там очень большой психологический портрет. Это был неожиданно и приятно. Думаю, подростки оценят. Гантер, привет! Вот, что это? Это финал. Дружище, это финал. Разработчикам благодарность. Спасибо, очень интересный сюжет. Мне понравилось. Ну, вот и команда, которая это все создала. Титры идут рывками. Вот это не пойму, почему так сделано. Это технический какой-то момент. Ну, а все, друзья, мы прошли. Финал. Вы знаете, я смог убедить дознавательницу, что это кто-то и пришлый напал на ее брата. И сокрыть о том, что приказ на убийство отдал ее опекун. Ну, мой опекун. То есть, как бы, получилось, вроде, я-то не хотел. Но демон, скорее всего, там напал из-за того, что или мы приказали меня оберегать, или, правда, даже приказали убрать. Вообще, интересный сюжет очень. Гантер, ну, я вот уже сворачиваюсь. Завтра чистое небо. То есть, что, подтягивайся с утра ночью. Ну, уже сталкер чистое небо. Ровно 8 января, как просил солдат. Так уж сложилось. Ну, что, ребята. Всем хорошей ночи. Завтра утром увидимся. С вами была. Всем пока.